Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, сейчас на прямой связи с Брюсселью у нас советник Европарламента Алексей Димитров. Добрый день, Алексей. Добрый день. Да, может быть сначала буквально несколько слов о том, что сейчас происходит в Бельгии и в Брюсселе, где вы находитесь. В Бельгии со вчерашнего дня, в принципе, были введены такие же карантинные меры, как во Франции. То есть люди призываются без особой нужды не выходить на улицу. Закрыты бары, рестораны, магазины, кроме продуктовых. Общественный транспорт серьезно сокращен. Ну, в общем и целом, люди стараются находиться дома. Ну, в принципе, пока все-таки танков и военных, как в Париже, все-таки нету, да? Ну, сложно сказать, поскольку я нахожусь дома, я не видел, что творится на улицах, но за окном, по крайней мере, бронетранспортеры не проезжали. Но, в принципе, решение правительства о введении вот такого чрезвычайного положения предусматривает и задействование военных. То есть, в принципе, можем сказать, что пока все-таки Бельгия приняла более жесткие меры, чем, например, Латвия? Пока да. Если мы говорим о таком вот, не знаю, европейском контексте или евросоюзовском, на вас взгляд, насколько Еврокомиссия или, может быть, Европарламент активны, вот, не знаю, в разрешении этого кризиса, в реагировании на этот кризис? Потому что такое ощущение, что вот с наступлением вот этой пандемии каждая из страна Европейского Союза сказала, ну, конечно, мы в Европейском Союзе до юра находимся, но фактически, де-факто, будем действовать так, как считаем нужным сами. Да, для этого есть несколько причин, и объективных, и субъективных. Во-первых, что касается, допустим, вообще полномочий Европейского Союза в случае кризисной ситуации, они не такие уж и широкие. То есть есть возможности, так скажем, координирования и обмена информацией, и эти возможности были задействованы, в частности, хорватская президентура открыла обмен информацией по коронавирусу, если я правильно помню, уже в конце января. Да. А кризисный вот такой механизм, он был задействован уже в начале марта, но это все больше обмен информацией. То есть реальные какие-то действия пошли после того, когда государства уже начали задействовать такие кризисные механизмы, которые не могут быть задействованы без ходатайской государственности. Европейская комиссия, например, по собственной инициативе не может этого сделать. То есть что это было? Во-первых, это был клич Италии о помощи. То есть Италия запросила помощь у других государств Европейского Союза через так называемый механизм гражданской обороны Европейского Союза. А все-таки такой механизм есть? Он существует, но он, опять же, нет постоянных ресурсов, нет, допустим, постоянного какого-то пола, скажем, людей, техники или экипировки, которые постоянно находятся в распоряжении Еврокомиссии. То есть примерно это выглядит так. Государство просит о помощи, Европейская комиссия говорит остальным государствам Европейского Союза, какая помощь нужна, и может оплатить вот ту помощь, которую предоставляют другие государства. Ну, например, Италия попросила медицинские маски, какое-то другое государство сказала, да, у нас эти маски есть, мы можем поделиться, и комиссия, допустим, заплатит за транспортировку. Но проблема здесь оказалась в том, что государства, в принципе, не горели желанием спешить на помощь Италии, и выяснилось, что никто на этот запрос не ответил. То есть, как бы, комиссия и готова была бы заплатить за транспортировку, но просто физически не за что было платить. Поэтому тот механизм, который комиссия задействовала, это был немножко другой. Есть такое решение о борьбе с трансграничными угрозами здоровья, которое было принято после эпидемии атипичной пневмонии. Но там, опять же, тоже нет такой ситуации, когда вот постоянно на готове, в распоряжении комиссии есть какие-то ресурсы. Главная вещь, которую можно использовать, это так называемая совместная закупка. То есть, европейские государства, те, которые желают принимать такие участия, у них есть предварительный такой договор о том, что они могут поучаствовать в совместной закупке, допустим, лекарств или какого-то медицинского оборудования. И таким образом снижается цена, и государство выступает консолидированно. То есть, не каждая пытается выхватить вот эти запасы друг от друга, а они совместно определяют там все нужды, и в случае чего оперативно можно, допустим, ту же самую экипировку перебросить государство в государство. И в отношении медицинских маток комиссия и 20, по-моему, государств, они задействовали этот механизм 2 марта. То есть, можно говорить о том, что это было сделано, наверное, слишком поздно, и, в принципе, я слышал, что и в парламенте так говорили о том, что надо было реагировать раньше. Но, опять же, надо признать, что, к сожалению, собственных ресурсов именно у институции Евросоюза на случай кредитных ситуаций не особенно много. И, наверное, надо было раньше реагировать, но все равно мы бы пришли к тому, что, в принципе, запуск этих всех механизмов находится в руках государств, а не институции Евросоюза. За что, в принципе, является вот таким предметом для размышления. Не стоило бы нам создать что-то такое на постоянном основе, что Еврокомиссия могла бы активизировать и без, скажем, содействия государства. Нет такого ощущения, что Евросоюз, ну, не знаю, опаздывает где-то на один шаг? Ну, вот, к примеру, заявление госпожи фон дер Лайн, что надо вот закрывать внешние границы Европейского Союза, мне кажется, вот поступило с опозданием. Тут трудно сказать, потому что советы эпидемиологов, они, в принципе, были разными насчет того, насколько вообще закрытие границ может помочь в такой ситуации, когда уже пошло, скажем, распространение инфекции внутри, допустим, самих государств, внутри самого Европейского Союза. То есть, наверное, если бы такого рода решение было принято, допустим, еще в январе, например, когда все разгоралось еще в Китае, то какое-то количество случаев в Европе, в той же самой Италии, наверное, можно было бы предотвратить. Но, опять же, это решение нельзя принять в согласии государства. То есть, сам Европейский Союз, именно органы Евросоюза, не могут перекрыть въезд государства. То есть, существует правовая рамка, Шенгенский пограничный кодекс, который говорит о том, на каких основаниях конкретному человеку, может быть, отказано во въезде. А вот такое перекрытие, скажем, сразу всем иностранцам или каким-то конкретным категориям иностранцев не находится в виде Евросоюза, именно поэтому здесь не было какого-то предложения, решения Еврокомиссии, которое бы одобрил, например, Европарламент. Здесь была просто такая координата, то есть все государства одновременно решили применить одно и то же самое ограничение. Но, опять же, это находило сведения государств. То есть, почему они этого не сделали в январе, почему, допустим, Еврокомиссия не посоветовала сделать в январе, ну, наверное, мы зададимся этим вопросом. Ну, для этого нужно знать, были ли вообще такие предложения, или все-таки не было еще понимания, насколько это широко может развернуться. Что касается Европарламента, как сейчас построена его работа, должны ли вы, не знаю, регулярно появляться там, как вот сотрудник группы или фракции в Европарламенте, или объявлены какие-то бессрочные каникулы пока? Ну, каникулы говорить не приходится. На самом деле, вот эта неделя, на прошлой неделе, то есть все были еще в парламенте, эта неделя, ее пришлось объявить так называемой белой, это когда никакие встречи не происходят в парламенте, официальные, допустим, заседания комитетов или пленарные заседания, просто в силу того, что, в принципе, в распоряжении парламента нет, допустим, каких-то возможностей для организации официальных телеконференций, например, как это есть в распоряжении Совета. Поэтому, да, есть какое-то ощущение, что вот эта неделя немножко проходит в пустую, потому что парламент, как таковой, именно официально, не может реагировать на то, что происходит. Ну, у нас проходят заседания, допустим, рабочих групп, проходит обмен информацией внутри фракции, то есть, допустим, я как советник слежу пристально за ситуацией по введению пограничного контроля внутри Шунгенской зоны, в частности, там, один из наших депутатов уже написал вопрос в Еврокомиссию, чтобы оценить, насколько это происходит в соответствии с нормативными актами Евросоюза. Но мы надеемся, что вот эти технические средства для проведения, допустим, телеконференций будут готовы к следующей неделе. Вроде бы сегодня должно быть тестирование, и мы посмотрим, видимо, на следующей неделе, насколько они работают, и тогда снова перейдем, там, ну, надеюсь, более-менее деятельности к такой, которая будет напоминать нашу постоянную рутину. Открытый вопрос с голосованием. Потому что три акта Еврокомиссии, которые она предложила на прошлой неделе, например, по возможностям перенаправить дополнительные денежные средства из бюджета ЕС на борьбу с коронавирусом, нуждаются в одобрении Советом и парламентом, то есть, по идее, мы должны провести голосование, но у нас нет технических решений для этого, и сейчас обсуждаются разные варианты, как это можно сделать. Ну, например, сделать это с помощью какого-то письменного голосования, или, например, собрать в Брюсселе хотя бы тех депутатов, которые постоянно в Брюсселе находятся. Это не только бельгийские, сейчас по подсчетам секретариата, крайне 150 депутатов находятся в Брюсселе, и, в принципе, могут физически добраться до саня Европарламента. Но, видимо, в зависимости от того, насколько вот эти все технические средства будут готовы, решение будет приниматься уже где-то сегодня-завтра, для того, чтобы на следующей неделе парламент мог оперативно одобрить вот этот финансовый пакет Еврокомиссии. Может быть, это еще такой вопрос, который я хотел задать. Ну, мы знаем, что до вот этой пандемии коронавируса одной из таких важных или серьезных проблем для Европейского Союза была, конечно, проблема беженцев, связанная вот с этим конфликтом между Турцией и Россией, в Итлибе. Сейчас я понимаю, что, может быть, весь мир прикорный, естественно, вот, внимания всего мира к коронавирусу. Что сейчас может быть вот с этим кризисом беженцев? Там есть сразу три таких вопроса. Первый из них – это то, что уже, в принципе, до прошлой недели некоторые государства, там, по-моему, в районе 70-ти государств, они уже начали процедуру перемещения несовершеннолетних, которые, вот, собственно, без родителей и без опекунов находятся, допустим, вот на греческих островах, в этих лагерях беженцев. Нет, ряд государств Евросоюза выразил желание добровольные пусть я принять. И, то есть, эта процедура пошла, и вот нужно будет как-то посмотреть, каким образом комиссия может помочь ее ускорить, опять же, принимая во внимание угрозу коронавируса. Второй момент – это действительно, какие меры принимаются, и как европейский путь может помочь, чтобы не распространить распространение эпидемии непосредственно вот в лагерях беженцев на территории Греции сейчас. И третий момент, который, наверное, буквально сегодня актуализируется, то есть мы действительно вводим запрет на въезд иностранцев на территорию Европейского Союза на 300 дней, и каким образом будет применяться право убежища в этот период. Потому что, по большому счету, от обязательств, которые у нас есть в рамках, допустим, Муновской конвенции по беженцам, мы не можем просто так отказаться. И, в принципе, если иностранец на внешней границе заявляет ходатайство об убежище, его нужно пропускать вне зависимости от того, что существует этот запрет на въезд. То есть необходимо будет, чтобы Еврокомиссия разъяснила всем государством о том, что этот запрет на въезд есть, он касается, допустим, путешествий в туристических целях, в целях бизнеса, но он не распространяется на ходатайство об убежище. Еще, может быть, такой вопрос. Многие могут сказать, что сейчас не до того, но жизнь продолжается. Мы будем надеяться, что рано или поздно пандемия закончится, и тогда мы вернемся, наверное, к той повестке дня, в том числе и правозащитной, которая вам близка и знакома. Ну, к примеру, к вопросу о языке преподавания в школах, в том числе и в частных. Мы знаем о решении Конституционного суда. Сейчас, кстати, Конституционный суд скоро должен определиться и что делать вот с этим иском по поводу частных вузов, где тоже фактически запрещено преподавание на русском языке. Ваш прогноз дойдет ли дело до Европейского суда по правам человека? Ну, тут надо принять во внимание то, что дела, допустим, по школам и по частным, и по публичным, они уже есть, зарегистрированы Европейским судом по правам человека. Насколько будет и когда будут какие-то новости по продвижению, но не секрет, что дела в Европейском суде по правам человека занимают достаточно много времени. Интересная вещь, которая, видимо, будет отложена. На этой неделе Венецианская комиссия Совета Европы, которая советует органам Совета Европы и правительствам государства Совета Европы, должна была принять мнение по реформе образования в Лавии, в латвийских школах, что касается языков на отменьшин. Но, видимо, поскольку Венец находится в очень строгом карантине и заседание Венецианской комиссии в Венеции отменено, придется принятие этого мнения перенести на июнь. И, соответственно, Конституционный суд, когда он в открытом заседании будет рассматривать их по ВУЗам, он не сможет принять во внимание это мнение Венецианской комиссии, что, конечно, вряд ли правильно, потому что многие вещи, которые касаются образования на языках на отменьшились, многие принципы, они достаточно одинаково применяются и в школах, и в высших учебных заведениях. То есть, на мой взгляд, здесь Конституционному суду было бы целесообразно либо дождаться заключения Венецианской комиссии по школам, либо даже проактивно попросить Венецианскую комиссию принять мнение и по высшим учебным заведениям. В принципе, Конституционные суды могут попросить Венецианскую комиссию о таком мнении. Да, еще, может быть, возвращаясь все-таки к этому кризису, вызванному коронавирусом, наверное, еще рано подводить какие-то итоги. Тем не менее, какие уроки, на твой взгляд, мог бы извлечь, не знаю, европейский, в целом, каждая страна ЕС в отдельности в свете вот этой пандемии? Может быть, я имею в виду уроки не столько медицинского характера, сколько вообще, как реагировать, может быть, какие-то правовые вопросы возникли? Да, ну, главный урок – это то, конечно, что в политике не существует вакуума, и если не происходит какое-то координированное действие, основанное на солидарности, которое в идеале должно быть в Европейском Союзе, все государства начинают вести свою политику, которая, в принципе, может достаточно серьезно помешать самим европейским. Ну, возьмем хотя бы вот этот вот запрет на въезд граждан государств Балтии в Польшу, даже транзитом, когда, в принципе, вот эти граждане Литвы, Латвии, Эстонии застряли на польской границе, и фактически это было, по-моему, как достаточно недружественное решение польских властей. То есть здесь можно говорить сразу на нескольких вещах, как вот обеспечить эту солидарность, то есть действительно, насколько мы считаем, что мы живем в едином Европейском Союзе даже в минуты кризиса и должны координировать свои действия хотя бы с соседями, это, наверное, больше такой вопрос именно для политического обсуждения между главными государствами в Европарламенте. Второй момент – это какие-то правовые рамки должны соблюдать даже ситуации кризиса. Ну, например, директива о свободном передвижении, она не теряет того значения, даже если введены паспортные контроли, и, в принципе, каждый государственный Евросоюз и граждан других стран Евросоюза должна относиться так же, как и к своим гражданам, а не вот за операцией национальных квартир. То есть это значило бы как минимум то, что на той же самой польской границе у каждого латвийца, эстонца, литовца должны были бы узнать, почему он собирается пересекать польскую территорию, является ли это каким-то срочным и неотложным действием, и, по крайней мере, в виде исключения, они должны были бы давать возможность для транзита. На что, кстати, указала и Еврокомиссия в этот понедельник. Ну и третий момент – это, наверное, момент такого кризисного управления, то есть как сделать так, чтобы какие-то кризисные механизмы были в распоряжении Европейского Союза и какие-то решения, которые не нуждались бы в закреплении стороны государств. Ну, я уже говорил, что, возможно, следовало бы поразмыслить о том, чтобы усилить роль вот этого механизма гражданской обороны для того, чтобы у него были постоянные ресурсы. Потому что, когда в прошлый раз пробовали расширить его полномочия, где шла в борьбе с лесными пожарами, но, к сожалению, даже на то, чтобы в распоряжении этого механизма постоянно были, допустим, пара самолетов и один вертолет для тушения лесных пожаров, это вызывало очень сильное противодействие со стороны государства. Они боялись, что эти ресурсы будут заплачены, если они к Евросоюзу, они будут просты. Вот еще до, естественно, до пандемии, мы сейчас можем обычно делить время, что называется, до войны и после, вот до пандемии и после. До пандемии мы знаем, что Европарламент очень много внимания уделял вот этой, не знаю, борьбе за экологию и солидные ассигнования выделены на это. Вот эти программы будут ли впоследствии реализовываться или, к примеру, средства пойдут на, не знаю, на то, чтобы с кризисом экономическим справиться? Я думаю, что борьба с экономическим кризисом не отменяет необходимость работать об экологии. То есть, естественно, Европейскому Союзу придется вливать деньги в экономику. То есть, в частности, вот уже было объявлено на этой неделе о том, что 3 миллиардов неизрасходованных структурных фондов будут перенаправлены на разного рода программы по борьбе с коронавирусом, в том числе и с экономическими последствиями. Помимо этого, во всей видимости, будет такой фонд солидарности, который может оказывать государственную помощь в случае, допустим, природных катастроф. Видимо, его правовая рамка будет изменена для того, чтобы можно было государственно компенсировать и ущерб от пандемии коронавируса тоже. То есть, какие-то деньги, они уже сейчас есть, в принципе, только дает принять решение о том, чтобы их перенаправить. Вот какая помощь понадобится экономике, наверное, пока еще сложно говорить. То есть, нужно ли, достаточно ли средств самих государств Европейского Союза, чтобы помочь собственному бизнесу в этой ситуации, или же будут необходимы какие-то и дополнительные вливания по стороне Еврокомиссии, как это лучше сделать, допустим, с помощью какого-то дополнительного оперонтирования для финансовой сферы, или не какие-то прямые вливания в какие-то особые отрасли бизнеса. Но обо всем этом, наверное, будет смысл поразмыслить тогда, когда уже сам пожар будет потушен. Потому что первоочередная задача, это, конечно, вливание денег именно непосредственно в пандемию. Мой вот такой последний вопрос. Бывали возможности или будет ли, я надеюсь, что будет, будет еще возможность, к примеру, вернуться в Латвию? Все-таки для работников Европарламента, евродепутатов и так далее. Я понимаю, что сейчас авиасообщение прервано, с Латвией в том числе, но тем не менее. Ну, все будет зависеть от того, как эффективно будет будет борьба с пандемией. Когда вот количество случаев пойдет на СПА, то есть я пытаюсь сохранить оптимизм и надеяться, что уже, скажем, в первой половине апреля может быть отпадет необходимость вот каких-то таких жестких мерок, как, например, ограничение любого транспорта или, например, запрет на какой-то транзитный проезд. Но, опять же, чуть сложно загадывать, насколько ситуация разрешит такие внеочередные меры потихоньку от меня. Алексей Демитров у нас был на телефонной связи из Брюсселя, советник Европарламента. Большое спасибо. Спасибо.